Инвестиционный час в администрации района проходит каждый четверг. Изложить свои идеи может любой инвестор, заинтересованный в развитии бизнеса в Щелковском районе. С предложением создать в поселении Монина контактный зоопарк с конно-спортивным клубом выступила предприниматель из Челябинской области Татьяна Подкорытова. Живописная территория у Клязьмы и транспортная доступность способны притягивать сюда туристов для занятий верховой ездой, участия в спортивных состязаниях. Люди с ограниченными возможностями могли бы проходить здесь ипотерапию. Реабилитация при помощи лошадей давно доказала свою эффективность. Опыт работы в этом деле уральцами накоплен. Вы не против, чтобы вы зашли и работали. Единственное, у меня возникает вопрос. У вас все-таки будет экоферма с основным элементом применения, я так понимаю, социальным. Вы будете, наверное, каким-то образом с инвалидами работать, да? Если у вас будут лошади, то там, скорее всего, приоритетуются все на это. Инвестор планирует вложить в экоферму порядка 20 миллионов рублей и создать 15 рабочих мест. Проект, по большей части, социальный, может рассчитывать на преференции от правительства области в выделении земли. Щелковский район готов содействовать в оформлении требуемой документации после детального изучения бизнес-плана. Есть люди, которые помогут нам в строительстве, и есть, допустим, у нас поддерживает крупнейший военный завод в нашем регионе, который нам обещал помочь. Второй проект привезли с собой предприниматели из подмосковного Раменского. Он заключается в создании мясной фермы на 150 голов крупного рогатого скота гирефордской породы, самой многочисленной в России. Новая ферма даст порядка 10 рабочих мест. Планируемый объём собственных инвестиций – около 10 миллионов рублей. По расчётам инвестора, сельхозпроизводство способно ежегодно поставлять на подмосковный рынок до 47 тонн высококачественного мяса. На эту мощность ферма выйдет к 2019 году. Давайте приступайте к тому, чтобы формулировать земельный участок. Бизнес-план, в принципе, я не считал, обмана нет. Не знаю, я видел. Нормально. Всё, спасибо. Будем поддерживать. В Щёлковском районе нас услышали, поняли. Я думаю, что мы сработаем. Предварительно посмотрели места. Это хорошее, экологически чистое. Самое главное. Из порядка 25 проектов, прошедших слушаний в администрации, пока только два вышли на этап воплощения. По остальным, решение о выделении земельных участков принимает правительство Московской области. Щёлковский район не теряет инвестиционную привлекательность у сельхозинвесторов. Район готов работать с таким инвестором. У нас есть земли сельхозназначения, свободные земли, на которых мы размещаем сельскохозяйственных производителей. Уже два инвестпроекта на финальной стадии оформления земельных участков. Это Фрианово Агро, будет предприятие по пассивным работам, по проведению. И второе, это Мегапродукс. Они будут строить тепличный комплекс на 40 гектар для выращивания огурцов и помидоров.